В чем интерес был этого форума, это поднят вот такой пласт, потому что в центр поставлен человек. Я человек, люди, там можно разные мысли, мысли разной категории людей. И вот вы знаете, я когда присутствовала на заседаниях форума, вот ключевые слова, которые являются свидетельством того, что это действительно в центре внимания человек. Это мысль, это идея, это труд, это инициатива, это преобразование. Причем преобразование, вот я здесь очень глубоко увидела это и почувствовала во всем, что вы вот сейчас говорили, подводя итоги. Это преобразование в душах и в умах, если говорить о мысли. А как следствие пойдет преобразование в городских пространствах и в том, что мы будем с вами иметь в городе. Все участники согласились с тем, что Красноярск входит в новую полосу своего развития. Если в 60-х, 80-х годах Красноярск интенсивно рост и за счет прироста жителей, и за счет размещения новых производств, то сейчас он переходит к интенсивному этапу своего развития. И это обсуждалось на языке новое качество города. При этом новое качество города, я с коллегами, которые сегодня уже говорили, это и качество деятельности, это более сложный, более производительный труд. Это качество городской среды и для всех жителей города, и для университетов социального круга. Это качество человеческого капитала. Это активность экономическая, социальная, культурная жителей города, которая направлена на обустройство жизни. И качество управления городом. При этом вот эта вот линия качества управления городом, которая в стратегии поменчена, как через концепцию умного города, да, она понималась и развернулась более широко. То есть умный город – это не просто умная инфраструктура. Ну, то есть это система там теплоснабжения, транспорта и так далее. Но это еще и умные горожане. То есть горожане, которые понимают, где они живут, горожане, которые понимают возможности ограничения, горожане, которые активны. Мне кажется, что дискуссии круглых столов должны быть продолжены. Безусловно, в течение двух-трех часов невозможно было бы, невозможно обсудить несколько проблем. Очень много предложений, которые, безусловно, существуют у инициативных горожан осталось за бортом этого времени. Просто физически не хватило времени. Кто-то оказался не готов для того, чтобы изложить свои идеи. Кто-то, может быть, постеснялся и пришел послушать других для того, чтобы больше систематизировать свое понимание. И как-то быть готовым к тому, чтобы изложить свою позицию. И поэтому дискуссия, безусловно, должна быть продолжена. Мы сделаем все для того, чтобы площадки круглых столов продолжали работать в интернете. Но помимо интернета нам необходимы и другие площадки. И мы подумаем и предложим эти площадки для того, чтобы можно было бы провести какие-то тематические обсуждения. У нас в городе возникает много и формальных, и неформальных площадок, на которых можно было бы продолжать это обсуждение.